Так, всем привет, с вами криптофлипперы, Санек и Темыч, и сегодня в нашем подкасте мы обсуждаем текущую ситуацию на рынке крипты, потому что происходит некий тотальный пиздец на фоне пожирания всей криптоликвидности биткоином и всего этого хаоса, который творится в США, поэтому немножко поговорим об этом. Да, Саш? Ну да, в принципе, сочувствую всем, кто застрял в альтах, как и я. Ну давай, Артем, начинай. Ну давай, во-первых, расскажем о нашей попытке флипа с медсестрами, потому что это была действительно интересная история. Мне кажется, случись она два месяца назад, у нас бы все получилось. В общем-то, попалась информация о том, что биржа BitMax собирается залистить новый проект, проект Эншура, который заключается в новой технологии продажи страховок на рынке децентрализованных финансов. Идея интересная, плюс ко всему мы с тобой, скажем прямо, повелись на первый листинг, до этого этой монеты нигде не было, кроме Uniswap, естественно. На Uniswap взяли по 56 центов в надежде, что после листинга цена стрельнет минимум до доллара. Ну, это то, что я рассчитывал. Ну, в общем-то, произошло ровно наоборот. Вот листинг стартовал, цена скакнула до 65, потом отскочила до 45, и в течение двоих суток продолжало укатываться. В итоге я зашел по 56, вышел по 38 или 37, зафиксировал убыток 45%, у меня получился флип наоборот. Расскажи, как у тебя с этим опытом было? Ну, я до сих пор еще в этой прекрасной монете. Насколько мне известно, там какие-то должны быть движения по проекту. Надеялся, что как-то это положительным образом отыграется на цене, но по факту оказалось все наоборот. Сейчас даже не могу найти эту монетку. Последний раз, когда смотрел, это было 27. Не знаю, будем ли падать еще ниже или нет. Надежды были действительно, что дойдет до доллара. Я хотел на 90 центов продать, но по факту я стал холдером. Теперь верю в проект. Вот так. Да, это, конечно, удивительная история, но, повторюсь, я думаю, случись она два месяца назад, все было бы по-другому. Конечно. Сейчас другой рынок, сейчас другой рынок, конечно, и пропал интерес к DeFi. Хотя цифры говорят об обратном, но биток пожирает тупо ликвидность, отбирает все у проектов. Я, кстати, вчера еще попытался влезть в форк-скам проекта Кипера. Мы обсуждали в прошлом подкасте Keep3R прогрессивную достаточно идею Андре Кранье, которая в бета-версии существует, где у меня получилось немного заработать, и мне вчера случайно попался на рынке DeFi проект Keep4R. Я зашел, смотрю, мы, форк Keep3R, бла-бла-бла, думаю, понятно, скам. Ну что, надо пробовать. Смотрю, минимальная цена, по которой стартовал, 20, максимальная 75 долларов. На момент того, как я это открыл, цена была 48 долларов. Ну, у меня, в общем-то, сразу появилась безумная идея попробовать вскочить в этот скам и до того, как выдернут ковер, что-то заработать. Когда я заходил в этот Keep4R, ликвидности было почти 900 тысяч долларов. Я зашел по 48 на полэфира. В течение часа ликвидность упала до 500 с чем-то тысяч долларов. И стоимость токена уже была порядка 45 долларов за токен. С 48 упало. В общем-то, я застремался, что сейчас резко выдернут ковер, и я вышел. Я зашел на 0,47 эфира, вышел на 0,37 эфира. То есть, флипнул еще раз наоборот. Вот такая у меня была вчера история. Видел я вчера на CoinGecko, смотрел самые высоколиквидные или более популярные альты. Видел, дружи, этот Keep4R. Не стал я лезть. Я вчера... Еще, кстати, новость хотел сказать. На Binance вышел же Launchpad. Был Launchpad, да, проект. Мы за него как-то рассказывали. Игровой проект. Помнишь, ты раз сказал? Axie, да? Axie, Axie, да? Да, вот. Так он вышел довольно-таки отвратительно. В пике у него было всего 2 икса. Сейчас, смотрю, он торгуется, если продавался по 10 центов, сейчас торгуется 13 центов. Но я не знаю вообще. Рынок очень отвратительный. Для Binance, не знаю, могли бы включить ботов. Хоть что-то показать. По крайней мере, 2-3 икса, чтобы держалось. Но я думаю, проект еще пойдет ниже. В принципе, как и сам рынок. Вообще хотел бы узнать твои мысли по рынку. И на какой период. Потому что потом я расскажу о своих мыслях. Как бы связываю, что я так понимаю, с выборами президента в Соединенных Штатах Америки. Я вообще не связываю. Артем, расскажи, что ты думаешь, что у нас будет с рынком? И какой период времени? Ну, я напрямую это связываю с выборами президента. Соглашусь с большинством аналитиков. Потому что тот хаос, который сейчас творится в США, а это действительно хаос. Напоминаю, что в обычном режиме, когда выборы проходят, обычно в течение первых 12 часов известных результатов, сейчас результаты неизвестны по состоянию на 5 ноября. Это вообще удивительная история. Причем, судя по всему, происходят массовые вбросы бюллетеней за Байдена. И команда Трампа уже готовит иски в нескольких штатах. Уже иски поданы по состоянию на вчерашний вечер. Поэтому даже когда закончится подсчет голосов, и если вдруг у Байдена окажется большее количество электорат колледжа, это все не закончится. Это будут массовые протесты. Это будут бесконечные суды. И когда эта история финализируется, непонятно. Поэтому на фоне всего этого хаоса люди, в том числе из Штатов, будут активнее вкладываться в крипторынок. Конечно же, для новичков это биткоин, как более-менее уже понятный актив, который распиарен. А те люди, которые более продвинутые, они просто не будут выводить свои деньги. Они просто будут вкладываться в различные проекты децентрализованных финансов, которые позволяют заработать как можно дальше. И как можно больше. Поэтому мне кажется, что пока этот хаос не устаканится в США, такая ситуация будет продолжаться. Поэтому я верю в то, что сейчас рынок очень быстро оживится, и очень наступит большой рост. Поэтому вот такая у меня логика. Теперь расскажи, как ты думаешь. Ну, на фоне всего этого хаоса, да, действительно, биткоин чувствует себя довольно-таки хорошо. Эфир преодолел отметку в 400 долларов. Я по дальнейшему рынку особо сказать ничего не могу. Единственное, что мне кажется, все подлится намного дольше. Думаю, где-то полгода ждет нас даунтренд. Возможно, общая капитализация рынка снизится ниже 300 миллиардов долларов. В принципе, я не вижу такого безумного, безумных идей для роста рынка. Я, в принципе, когда был коронавирус в марте, все тоже надеялись, что крипторынок даст рост, потому что обычные виды бизнеса терпели убытки, и все должны были теоретически, логически перейти на крипто, более новые проекты, которые должны были дать рост. Но в марте было жуткое падение. В принципе, конечно, все отросло. Но я думаю, в течение ближайших года, полугода, будет такой боковичок нервный. Ну и, в принципе, с дальнейшим падением. Потому что сомневаюсь, что биткоин будет держаться на отметке 14 тысяч долларов. Ну а альткоины, в принципе, по факту. Единственное, что верим в проект медсестры наши. And sure. Ну, в принципе, все, Артем. Как бы мне добавить больше нечего. Я, кстати, тебе говорил, наверное, да, что я влез еще за эту неделю, за последние три дня, в проект Акрополис. Потому что их должен был залистить Binance. И я перед листингом залез по одному центу с той логикой, что оно не может упасть ниже. Но в итоге он упал до 8 тысяч. Извини, пожалуйста, у меня просто смех – это на нервной почве. Дна нет. Чтобы все понимали, и я думаю, все понимают, что в крипте дна нет по факту. Кажется, что дно, и потом следующее дно, еще дно, и дно. И что твои мысли по Акрополису? Ты вышел? Нет, я Акрополис решил оставить, потому что Акрополис – это достаточно интересная платформа, которая позволяет строить надстройки. Это, в общем-то, авторы нашумевшей надстройки Спарта, и они сейчас работают над надстройкой Делфи. Поэтому достаточно серьезный проект, инфраструктурный проект, который очень важен для системы децентрализованных финансов. Поэтому я решил остаться, потому что для меня сейчас эти 80 долларов ничего не решают. Но, к примеру, если вдруг все-таки этот проект какими-то триггерами инициирует рост, то, может быть, к примеру, с этих восьмитысячных хотя бы до 50 центов докатится, и тогда можно будет хорошо заработать. Просто я остаюсь в силу того, что проект инфраструктурный, проект уже работает, продолжает прирастать функциями. И, несмотря ни на все на это, рано или поздно он стрельнет. Пусть через полгода, пусть через год он должен выстрелить. Поэтому я остаюсь в этом проекте. И, в принципе, наверное, все, что хотели обсудить. Единственное, что хочу всем напомнить, если вы участвовали в тестировании кошелька Акала Мандала на Палкодоте, то ваши токены, я вчера буквально перед сном открыл случайно Акалу, которую мы с тобой, помнишь, загружали приложение, и все тестовые токены пропали, которые раздавали, вместо этого появилось право на клейм аирдропа. Поэтому советую, если вы что-то на Акала, как и мы, активировали, зайдите и заклеймите эти два токена. Ака, по-моему, и какой-то еще, не помню. Так что я тебе фотку тоже сбрасывал. Да, да. Обязательно зайду и сделаю. Спасибо тебе за информацию, Артем. В принципе, нужно будет дальше почаще, наверное, участвовать в таких проектах. Ну, собственно, предлагаю заканчивать. Да, да. Я думаю, что все-таки следующий мы сделаем по Binance Smart Chain, будем обсуждать какие-то проекты, потому что сейчас, конечно, у централизованной биржи, такой как Binance, больше шансов поддерживать высокую ликвидность, чем у системы децентрализованных финансов в целом. Поэтому в следующий раз тогда давай договоримся, обсудим Binance Smart Chain. Отлично. Все. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Всем пока. Криптофлиперы. Напоминаю, мы не финансовые советники, поэтому делайте ваши собственные исследования и ориентируйтесь, исходя из них. Все. Всем пока. Телеграмм, криптофлиперы. Чао.